Всем привет! Давайте сегодня разбьем такой необычный вопрос. Кого пора подставить? Три человека, три ситуации. Выбирайте свой вариант. Посмотрим, кого пора подставить. Кто там допрыгался? Дам описание этого человека, чтобы вы понимали, о ком речь. Так, три человека, три варианта. В общем, поехали. Кто-то человек, которого пора подставить. Кто ты? Что ты? Что ты? Какой-то человек. Здесь у нас любитель сплетен. Он очень сильно любит сплетни, любит их слушать, создавать, нагнетать. Человек у нас очень любит поговорить. В одиночестве никогда не может быть. Все время надо с кем-то куда-то ходить, встречаться, общаться. И надо, чтобы всегда была твердая почва под ногами. Чтобы была некоторая стабильность к сегодняшнему, завтрашнему мне. Человек легкий, человек у нас достаточно творческий, семейный, может даже быть деловым человеком, который умеет распоряжаться финансами. Как этот человек к вам относится? Он считает, что вы тоже за словом в карман неполезительное место поставите, что у вас тоже сердце-то холодное, свои планы на жизнь далеко идущие. Но в отличие от этого человека, вы как-то более мирный. И вы, у вас, либо есть какая-то дурацкая привычка, зависимость, либо у него очень со здоровьем у вас. Что-то вот думает, что вы показываете какую-то информацию, которая не является таковой. Так, хорошо, давайте посмотрим, как подставить этого человека. Как подставить, да, чтобы все сделать нам правильно, чтобы не, самому, как говорится, не попасться в эту ловушку. Так, смотрите, первое, должны быть какие-то доказательства, либо бумага, да, документы какие-то, аргументы, либо доказательства какой-то женщины, которая что-то видела, точно знает, может подтвердить. И действовать вам надо не в одиночестве. Вам нужен рядом человек, который вам будет помогать. Чтобы не поступить по-тупому, да, надо обязательно быть уверенным в своих аргументах. И, если что, можно было бы обратиться к источнику. Причем женщина какая-то знает, может быть, это была подружка, которая в прошлом, с которой сейчас человек не общается. Вот, вам надо, чтобы у вас были аргументы, плюс был человек, которому вы можете доверять. У вас будет удачный момент, то есть вам надо так решить, чтобы это был удачный момент действовать. Вы должны заранее все продумать. Так, и по итогу будет подстава, да, будет. Причем это может быть, знаете, как, ну, типа ненавязчиво, случайно. Вы можете, это будет в помещении, то есть это не на улице, где-то в помещении. Вы можете какую-то информацию сообщить, вам поверят. Вы можете разрушить либо любовь, любовные какие-то отношения, свои вот эти подставы, либо разрушить репутацию этого человека. У вас будет два, да, решения. Вот какое из них лучше, смотрите сами. Но без доказательств. Первое, либо это бумаги, документы, либо это доказательство какой-то, какой-то женщины из прошлого этого человека, с которым сейчас человек не общается. Она что-то знает, но вам нужен помощник. Почему? Потому что здесь идет момент, когда вы вдвоем можете добиться большего, достичь большего в этой подставе, если вы будете действовать отлаженно. Причем поможет вам какая-то, вот здесь тоже она нарисована, женщина, которая что-то знает, и она вам укажет на эти доказательства. Подставить можно, подставу удастся, убить можете двух зайцев. Разрушить любовь и дружбу, или авторитет уронить. Вариант номер два. Так, давайте посмотрим, кого пора подставить. Кто там допрыгался уже? Кто ты? Что ты? Что ты из себя представляешь? Человек-заложник каких-то своих программ из детства. Что заложили родители из детства, тот как себя и ведет. И причем не хочет освободиться от этого. Здесь человек все время как будто бы непонятый. Чувствует иногда себя изгоем. Хотя пытается найти выход, пытается учиться на своих граблях. Ни охрена не получается. Здесь у нас человек почему-то по жизни идет более как друг, любовник. Но не как статусный человек. Почему-то здесь как будто неуверенность идет. Человек в себе очень неуверен и закомплексован. Как вам относится? Но у него такое ощущение, что вы все ради денег. Ради денег и на обман готовы. И на подставу. Все ради денег. Деньги для вас святое. Что вы некоторые ситуации неправильно видите. Вообще как-то вы по жизни идете легко и у вас розовые очки. Хотя вы, может быть знаете, в порту вы человек. У вас все равно удача преследует. Просто вы неправильно ею пользуетесь. Считают, что вы человек умный. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Подстава, да, что делать. Что за подстава. Как действовать, чтобы этого человека, ну так скажем, проучить. Что делать. К чему это у нас авантюра приведет. Так. Сова авантюра может у нас пробыть, получиться во время какого-то праздника. За вот этого вашего товарища знает какую-то тайну женщина. И эту тайну она причем хранит, но она ей, как сказать, сама и неприятно. Что-то неприятное знает она. И ваша задача действовать спонтанно. Здесь стратегии не должно быть почему-то. Здесь идет речь о том, что и не должно быть по справедливости. Нет спонтанно, нету стратегии и нет справедливости. Вы должны действовать как трактор. И причем показывают ни с кем, ничего не обсуждать. Хотя вас может женщина поддержать. Либо мама, либо сестра какая-то женщина может поддержать. Действовать на праздники. Выжидать, наблюдать. Вот за этим человеком надо понаблюдать. За ее свободой. За тем, что она делает. И действовать спонтанно на каком-то празднике. Подставить на праздники. Я не понимаю, а что конкретно делать? Какую-то правду, что ли, рассказать? Не жалея слов, не подбирая выражений. Какую-то тайну, которую знает женщина. Почему-то опять тайна. Слушайте. Еще это что может быть? Хорошо, тарологи некоторые читают. То, что на душе, и у человека, что скрыто. Вы можете найти такого человека, таролога, который может рассказать какую-то тайну за этого человека. Еще этот человек может тоже магией увлекаться. Колдовать. Но здесь как будто бы вы можете подставить на каком-то празднике совершенно спонтанно. Спонтанно что-то вот этого человека просто подставить и не париться. Говорят просто, хоть что делай, полный карт-бланш, пожалуйста, все, что хочешь, можешь это сделать, даже не париться. Ничего тебе за это не будет. Почему? Потому что вот эта карта, карта риска, рискни, не бойся, подставь на каком-то празднике. И ничего тебе не будет, потому что здесь эффект неожиданности, спонтанности. Человек к этому будет абсолютно не готов. И не сможет защититься, и не сможет ничего в противовес поставить. Поэтому рискни, можешь хоть что делать, да, хоть на рогах стоять. Ничего тебе за это не будет. Так, человек у нас номер три. Кого пора подставить? Что это за человек? Кто ты? Что ты? Так, у нас идет здесь товарищ серый кардинал, кукловод, который стоит у нас в тени и дергает за ниточки. Естественно, такие люди никогда не бывают дураками. Это человек-стратег, у него аналитический склад ума. Любит слушать новости, умеет слышать новости. Поток информации хорошо воспринимает. Человек сильный, избирательный, счастливый. Все у него хорошо. Он живет так, как он хочет. Как он к вам относится? Считают, что и вы не дурак или не дура. Вы человек умный, справедливый. Знаете закон, неплохо разбираетесь в законе. Вы человек, на которого невозможно повлиять. Почему? Потому что вы особо к себе никого не пускаете. Вы опасный враг и вы человек-конфликт. Можете спокойно идти на конфликт. Можете, правда, матку рубить. Но вы не боитесь конфликта, потому что вы не боитесь потери. Вы не боитесь потерять отношений. А значит, вы человек, который очень сложно контролировать. Уважает вас. Здесь определенное уважение. Хорошо, давайте посмотрим про подставу. О чем речь и как это сделать. Как подставить и что по итогу. Будет у вас какой-то конфликт. Но это, знаете, не как конфликт, скорее как перепалка какая-то. Конкуренция, где кто-то из вас просто после этого вне игры. И виной будет страх какой-то, потери стабильности. Осадок какой-то останется, который будет все время как червяк пожелать. Надо постоянно мыслями к этому возвращаться. Опасность в том, что вы будете все время бояться, что это все может каким-то образом вам вернуться. Решать будет жить. Потери стабильности. И из-за этого надо будет действовать. Так, как действовать. Что такое карты падают? Карты падают, что-то вообще. Действовать. Почему-то показывают по определенной схеме, касательно еще денег. Деньги здесь нужны. Чтобы что-то делать, нужны будут деньги. То есть любое действие оплачивается. Может быть заплатить кому-то. Кому? Ага, заход вот этой подставы почему-то надо вот везде платить. Странно. Почему? Потому что будет у вас возможность прямо в определенное время, может быть оговорена встреча, например. Это будет по времени. И вы будете знать, что это время будет. И вам надо действовать. А чтобы действовать, нужны либо какие-то доказательства, факты, либо действия, которые надо оплачивать. Может быть услуги юристов, адвокатов. То есть ваша задача выбрать определенную стратегию, тактику. Потому что будет момент встречи. Будет момент диалога, разговора. И вам надо какие-то документы. Вот момент встречи. Прямо красиво, как красавчик, выйти. И выложить на стол какие-то документы. Причем вы должны подготовить какую-то речь. Здесь спонтанно не получится. Здесь именно все должно быть. И речь, и доказательства. И красиво, чтобы вам поверили, убедительно должно быть. И еще вы можете привести какие-то доказательства. Человек, который тоже пострадал. Тоже приплести сюда. Почему у меня падает карта, любви, подставы. Здесь вы у меня идете, знаете кем? Вы здесь у меня идете палачом. Вы палач этого человека. И здесь нет спонтанности. Здесь надо будет время, когда вы обязательно встретитесь. Но на этой встрече должна быть полная убедительность, доказательств, речи. Потому что вы будете говорить. Вы можете все-все приплести. И из прошлого что-то. Но вы человека должны казнить. Показнить. Показать ничтожность. Подстава такая мощная должна быть. Чтобы просто невозможно вам не поверить. И тогда это все удастся. Сошалость, как говорится, удалась. Поэтому подготовка нужна. Нужны железопетонные аргументы. Вот такой у нас был расклад. От себя, как обычно, вам желаю любви, мира и добра. Берегите себя.